Ну что, сегодня выходной, неплохая погода. С утра собрала жуков, а сейчас с сыном приехали на Наглинские пруды. Он взял свою фотокамеру новую, хочет поснимать птиц. Ну и я за компашку. Вот такая здесь красота. А что я заметила, то это заросль Иван-чая. У нас как-то его не находило, вывелся. А вот здесь целая заросль. Так как дороги здесь нету, ну есть, но по ней мало кто ездит. Сейчас я его нарву. Или чуть позже прогуляюсь вперед. Вот Иван-чай растет. Нравится мне из него чай. Как бы медом отдает. Ну, мы проехали по Наглинским прудам. А сейчас идем на болото. И что у нас тут есть? А у нас есть малина. Вот она, ягодка. На это болото мы бывало осенью, если вы здесь за клюквой ездили. Вот я его и запомнила. Вот так идешь, идешь по насыпи. Потом идет болото. Ну, куша старая. А вот Росяночка. Что-то их даже здесь много. Вот это какое-то растение. Что-то оттевело. Красиво выглядит по семяшкам. Вот их тут много. Росяночек здесь необычно много. Вот она. Такой домик. Мы решили, что здесь кто-то фотографирует. Есть небольшая отвертца. С одной стороны, чтобы залезть. А с другой, вот как раз, чтобы объектив высунуть с фотоаппарата. Зима для этого используется. Есть вот какие-то черные ягодки. Правда, не знаю, что это за ягоды. Пробовать точно не буду. Вот они тут. Ну, вот как выглядит это болото. Нормальное такое. Мне бы, конечно, хотелось найти у нас мороженое. Но я даже не знаю, здесь она растет или нет. Клюква, конечно, растет. Уже я ее тут видела. А вот мороженое никогда в жизни не видела. Думала, она только растет на севере где-нибудь. Оказалось, у нас тоже собирают. Только где? Не, ну надо же! Кошмар, мороженое! Я впервые в жизни попробую мороженое! Мороженое! Обалдеть! Вот только что сказала про нее. И на тебе, мороженое! Ну-ка! Ну-ка! Вкусно-сладкое орех! Ура! Я ее нашла! Здорово! А то у меня была такая мечта найти мороженое. Значит, стоит походить еще. Вот тут еще ягодка впереди есть. Вот она! Ура! Вот это, наверное, еще не зрелая. Красненькая. Такая, да. Тут листиков много. Я там впереди еще вижу. Блин! Вот тут еще растет. Наверное, рано немножко приехали. Они еще какие-то красноватые. Вот те желтые, да. Люди, я впервые в жизни пробую и вижу мороженое. Своими глазами. И оно здесь есть! Мало того, что здесь клюха есть. Вот она какая, еще не зрелая. Но и мороженое. Вот это ее листики. И вот там она, мороженое. Вот, пусть она не зрелая, но так красиво смотрится. Красиво. Ну да, это еще раненькая. Она такая твердая. Красота. Ну вот, немножечко набрала. Как-то она еще такая незрелая. Где-то зрелая, где-то нет. Ну, я незрелая ее не беру. Потому что я приехала ее набрать не на варенье, а просто попробовать хоть раз в жизни. Покупать не хочется. А хочется вот так, самой найти совсем другие ощущения. Я болот не боюсь. Так что у меня это все в кайф. Но все-таки индуиция меня сегодня не подвела. Думала, на какое болото поехать. И почему-то выбрала вот именно это. Знакомая с детства. И вот решила вот сюда. И вот такая красота. Много, конечно, еще такой незрелой. Но вот это красиво. Не скажу, что она такая сильно вкусная. Но когда я ни разу не пробовал. Здорово, интересно. Что еще могу сказать по этому болоту? Что здесь очень много оросянок. Это наша местная мухоловка. Никогда еще и столько много не видела. На каждом шагу. Запах погульника повсюду. Ох. Где-то сын ушел. Где-то что, одна уже осталась? Вот так хожу. Еще. Честно сказать, если бы собирать на варенье или на продажу, то не знаю. Тут не так много. Она-то очень сочная. Вот она уже в кулечке даже сок пустила. Я ведерко не взяла. А все потому, что не надеялась вообще ее найти. И тут на тебе такая неожиданность. Вам похожу еще. А то надо сына идти искать. А то разойдемся. Как красиво ягодка выглядит. Жалко, это не зрелая еще. Красота. Вот. Морошка. А вот и тут росяночка рядом. Их тут очень много. Ну вот, уже столько нас собирала. Она очень сочная. В кульке прям сок. Какие-то букашки. Ладно, дома разберемся. Вот такое болото. И что я обратила внимание, листьев от нее намного больше, чем самих ягод. Они тут повсюду. Не знаю так почему. Вот это листочек морошки. Их тут очень много. Ноги у меня уже мокрые. Хотя есть у нее в сапогах. Но все-таки дрявые сапоги в болоте не годятся. Пусть и дырка не очень низко. Но вот так есть. Все-таки надо покупать. Вообще интересное болото. Поросянкам. Целые заросли. Ладно, еще чуть-чуть похожу. И потом, не знаю, пойду в сторону машины, наверное. Я как бы просто хотела увидеть эту ягоду и попробовать. Ну вот, случилось. Ух ты! А это кто? Лось был, наверное. Наверное. Судя по величине. Кто-то ж эту кость здесь обглодал. Вот такая косточка. С зубами. Не знаю, конечно, точно. Ну, что-то я думаю, что лось. Какие у него большие зубы. Какое-то здесь страшное место. Вот, пожалуйста. Судя по клыкам, это был кабан. Да что тут такое? Ну, голова как отрублена. Не знаю. Может, тут все-таки это стоит будка для охоты, а не для фотографирования. Вот, пожалуйста. И ходи здесь. А так вообще приятное болото. Только вот сюда лучше не становиться. Здесь очень мокро. Такие места лучше обходить. Ну что? Ужасник продолжается. Вот еще нижняя челюсть. Ах-та-на! Все-таки, похоже, это кабаны, а не лось. Ну, что ж, восьмерщий человек, когда их не видел. Ах-та-на! Иду назад, к выходу. И вот эта уточка, с которой мы начали свой путь в болото. выбрались мы из болота. И я решила дойти до озера Лубань. Раз тут уже недалеко, оно совсем близко, вот иду по такой дороге. эта дорога ведет вдоль озера. По ней мы уже ездили на машине в мае, по-моему. И вот сейчас я по ней иду. Ну вот оно и озеро. Наверное, моё самое любимое озеро. А почему? Потому что чаще всего, наверное, бываю здесь. Если не считать маленького Цискатского. Подойду тут. Вот какая тут лодка стоит. И там впереди вода. Это наше самое большое озеро в Латвии. Ну и самое мелкое. Но вид, конечно, прекрасный. Вдоль насыпи дамбы всё заросло борщевиком. Как же у нас тут он разросся везде. Хорошо, хоть у нас нету. О, прямо. Две сосенки. Растут. Большая птица такая светлая. Сорокопутный, сорокопутный, не знаю. Сорокопутный. Сорокопутный, Сорокопутный.